Доброе утром! Что с мороженым? За два дня пополовинке ушло, еще пару дней и будем продолжать делать мороженое. Вышла на работу Мишка. Мишка, а люди хотят видеть, как мы делали пиццу? Смотрите, как Мишка сделала бриошь, а пиццу она сказала, не дождетесь. Сейчас покажу вам конкурирующую фирму, которая должна открыться. Бартонита Джелатрия. Конечно, его название поменяют. Джелатрия это мороженое. Ресторо Ди Куалита. Это значит, что высшее качество. Поверили. Просим апертура. Это значит следующее открытие. Вот-вот откроются. Уже пришли ко мне. Куку приходит ко мне. Не сицилианский. Местная бомбочка. Сицилия. Дай какую-то мороженое. Дай какую-то мороженое. Дай какую-то мороженое. Все перепутала. Била стаканчик мороженого. Дружбанчик наш. На машине. Уборочной. Местная бомбочка. Три литра духовно себя выливает. У них так все пользуются духами. Так, ладушки опереть. Холодильники пустые. Смотрим их. Жара-жара. Она выпьет. Еще рано. Пришла пораньше, чтобы проверить, что у нас с мороженым. Все может быть. Не хочется по воскресенью на работу выходить. Если получится, будем делать его в рабочее время. Желатый чоколад. Дольфинга салатом. Опачки. Захожу в офис. Новость у нас. Рыбки плавают. Без света. Без ничего. Бедолага. Примочит, вода не течет. Скорее всего, что девушка протащила. Будем теперь расслабляться после тяжелого рабочего нерва. Ребята, после вчерашнего огорода на моем Харрисоне можно готовить все, не включая плиты. Вот такая краска. Кстати, хотела... Луська высылала тебе листевой желатин и не сказала пропорции. Сейчас смотрю, что мне надо сделать плану котту. Сейчас я просто вам дам по весу. Мало ли у кого какие листочки. У вас они маленькие. Высылала маленькие магазины. У меня тут, так сказать, производственные рестораны большие. Так что на 2 литра. У меня идет литр сливок и литр молока. Зимой я беру 7 листочков желатина. Летом я беру 8 листочков. Я сейчас скажу, сколько это будет по весу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кстати, надо закладывать пальцы. Так, расставляем манюль. Выставляйся ж. 39 граммов. В общем, 40 граммов желатина на 2 литра жидкости. И на 2 литра жидкости у меня идет 250 граммов сахара. Это если уже кто-то хочет сразу тебе. Нафиг вам рецепт паны котта и готов. Сразу же я его замочу. Можно здесь. Литр молока, литр сливок. Без разницы какой жирности. Чем жирнее сливки, тем будет жирнее пана котта. Щепотка ванильки или ванильного сахара. 250 граммов сахара. И 40 граммов желатина. Это рецепт вам на 2 литра. Кому надо сделать на 1 литр. Соответственно, 20 граммов листового желатина. А вот в пачечках я не знаю. Там, наверное, на пачечках у вас написано. Пропорция. Сколько чего и куда. Правильно. Упущение свое исправлять. Ребята, на кухне не жарко. Паркатай, наверное, опять за муху. Ну, посмотрим. Нам без разницы какая ж голода. Там лишь бы клиенты наши были. Приходили, кушали. Мы работали как все. Так что Лилёк ест бананчик и начинает работать. Кто бананчика хочет. А не остался. Не туда, не сюда. Что ж. Дивиться ему. Глаза заглянули. Бананчик. Включила морозилку. Она пишет, видите. 35 градусов. Потому что напрямую без кнопки. Сейчас попробую выключить. Включить еще раз. Закрывайся. Перестал пищать. Видимо, начал охлаждаться. Мастера все равно надо вызвать. Ребята, кто еще не знает, что с паной кухой делать в принципе. Надо просто молоко довести до кипения вместе со сливками. Если хотите более жирную, делайте меньшую пропорцию молока. Большую пропорцию сливок. Но я не советую. Она и так вкусная. А сильно жирная это лишние калории. Зачем нам летом лишние калории. Сейчас сюда литр-литр закипятила. Этот желатин размяк. Отжмакала его. Расколомпотила. В вазочке налила. Холодильник включила. Сейчас он быстро остынет. И на обед у нас пана копта уже готова. Понятно? Без заморочки. Делать лучше. Еще буквально два слова не буду вас мучить. Пропорную копту. Хотите кофейную? Пожалуйста. Кофеек добавили. Хотите фруктовый? Любой фруктовый сок вместо молока. Сливки не заменяем ничем. А молоко можно. Тупой жидкостью. Чем вам нравится? Хотите сверху с сиропчиком. Пожалуйста. Когда застыло. Малиновый, кубничный, карамельный сироп. Добавили. Все. Шоколадный. Хотите шоколадную? Какао обязательно перекипятите. Потому что будет на языке чувствоваться какао. И растопить шоколад. Я думаю тоже получится. С шоколадом не пробовала. Но думаю все. В горячем молоке шоколад растопится. И будет шоколадная. Была бы шоколадка, попробовала. Шоколада нет. Все. Для удобства. А то я делаю. Здесь у нас была вода. У меня это ерунда у нас носиком. Разливать удобно будет. Эти пластины размешиваются лучше, чем обычные желатинки. Я в полной уверенности. Все. Готова на разливку. Не замораживаем только. Охлаждаем и не замораживаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Сегодня Андрушка начинает работа. Radio Petruska Radio Petruska скоро придет в гости. Весь форме, весь… Блес красота. Сегодня кальмары, кальмары Патагония Кто его знает, но кальмары будут Это мы говорим вам Это что-то? Есть наньяков, как я дам из-за того, как это было Бабёт, беби, беби Ага, милуй, беби Ага, милуй, беби Берегу, беби Неченик см匠 Но мне кажется Это неправильно Маркович Фасолька. 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 А вот это лепее. А вот это лепее. Вчера такой туман от моря, что... Парта была не видна. И сегодня время? Белое. Медомед. Почему? Потому что завтра в тортик. Мне надо стирать. И, как всегда, погодка. Разгручится. Разгручится. Хорош маякать перед глазами, да? Просливаем лишнюю водичку с наших овощей. Парта. 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 Рис. Рис. Парта. Парта. Перчистка. Лучка. Здравствуйте. Здравствуйте. Чуть-чуть постоять, чтобы мы могли отделить два тоста. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА головешку и кельца. Сейчас эриксончик их нарежет и еще они чуть-чуть у нас обтекают. На здоровье. На здоровье. Сырые кальмары. Все съел. Все. Нравится, да? Ну вот уж. Когда сам нифига не делаешь, так посаивание тоже работает. Возвращаемся, ребята, в летний сезон. Куриная грудка, перцы, петрушечка. Можно чуть-чуть сейчас добавить. Я не добавляла. Чуть-чуть сладкой паприки, перчика снимаем. Потому что сейчас у нас пойдет в Патагонию. Оливка, в каурина, петрушка, петрушка. В общем, в городе шезвы фрега. Шезвы фрега. Шезвы фрега. Шезвы фрега. Шезвы фрега дешевы фрега. Шезвы фрега им есть? Ну, GRA kan. Я не делаю над вами как ты. Это сукин�ко. SUR phone, enorm Arduino. Субтитры делал DimaTorzok 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 Смотрим по кальмару Кальмар должен стать мягеньким Как только мягеньким стал Выключаем, добавляем соль, готов Смешиваем с рисом Есть разница, когда свежие, а когда замороженные, замороженные готовятся дольше Сейчас у меня прошло минут 15, они уже становятся мягенькие, но еще чуть-чуть Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Слышала, как где-то рядом заиграла скрипка Добавил DimaTorzok Ты играй, 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 да веселей Звонкой песней о любви душу отогрей Ты играй, играй, играй до утренней зари Подари нам радость скрипка, счастье подари Подари нам радость скрипка, счастье подари Отвечал паренек, руку ей сжимая Все, что хочешь душа Для тебя сыграю Над рекою туман Бился белоснежный И звучал до самого рассвета Скрипки голос нежный Ты играй, 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 да веселей Звонкой песней о любви душу отогрей Ты играй, играй, играй до утренней зари Подари нам радость скрипка, счастье подари Подари нам радость скрипка, счастье подари Подари нам радость скрипка, счастье подари